Думская ТВ Думская ТВ Спасибо, что ты о нем вспомнил. Традиционный вопрос для наших телезрителей. Сегодня спрашиваем вас вот о чем. Поддерживаете ли вы запрет на купание в море после ливня? Три варианта ответов. Да, важно избежать эпидситуации. Нет, в море не купаюсь. Итак, что значит массовый? Это главная концепция массового диктанта с украинской мовы. То, что в нем участие сразу большая количество людей. Минулого года у нас было 129 участников. Этого года мы ожидаем, что количество достигнет 300 участников. Это люди определенного возраста или можно от 5 лет и до 95 лет? На самом деле у нас нет никаких ограничений. Сейчас я знаю, что зарегистрировались люди от 9 лет до 75 лет. То есть у нас очень большой спектр вековой категории. Это принципиально, чтобы люди были одесситами? Или это могут быть гости города, которые оказались в этот момент в Одессе? Это могут быть и одесситы, и гости города. Мы запрошуем всех. Как родилась идея проводить массовый диктант? Знаете, сразу вспоминаются школьные годы, когда, ох, как все не любили писать диктанты, какие-то контрольные. А здесь люди должны по собственной воле прийти написать. Как родилась идея? На самом деле мы уже давно хотели запровадить на Вишванковом фестивале какой-то захід, который бы был спрямованный на развитие интеллектуальной культуры человека. Идея появилась у главы Оргкомитета Натальи Мажаровой. И прошлого года впервые диктанты работали. Но в других городах Украины, насколько я знаю, тоже проводятся подобные мероприятия. Да, точно не могу сказать. Проте специфика именно этого диктанта в том, что он является публичным. Он проводится просто небо на площади бюля Дюка. Когда собираются партии, сидят люди и пишут работы в таком импровизированном классе. Практический вопрос. Откуда партии берутся? Кто вам помогает? В этом нам помогает Департамент Освяти и Науки Одесскої Минской Ради. В этом году они также согласились выкрымить нам партии. Слушайте, но в то время, как другие люди такие спиннеры крутят, тут вот диктанты пишут. А кто текст выбирает для диктанта? И что за текст в этом году? Минулого року подбирала текст я, и он есть только у меня. Цего года мы запрошуем читать диктант Олександра Авраменко, который автором почти всех подручников из украинской языки и литературы в школах. И мы вернулись к нему с предложением подобрать текст диктанта. Поэтому это сделал он. А в прошлом году о чем был диктант? Минулого року это был твёр Юрия Яновского про человека, который сидел на пляже. Насколько объёмный текст? Минулого року был очень большой текст. Я могу сказать, что минулого року мы взяли очень сложную планку. Цего года мы скоротим текст до таких более шкальных стандартов. В символах, в знаках это сколько? Или может быть в формате А4 полностью? Сейчас скажу, это 170 слов. Ну вот немало на самом деле. Ну да. Скажите, кто-то будет таким образом в этом году поощрён за правильное написание? И кто-то будет, не знаю, чьи-то родители будут вызваны по результатам неправильного написана диктанта? В прошлом году, насколько грамотно писали диктант участники массового диктанта? Да, если статистика. Так, на самом деле в среднем это задовольные и хорошие оценки. Если сказать, какие были ошибки, орфографических ошибок было мало, но достаточно было пунктационных ошибок. В принципе, то, что обычно самое сложное и для учеников школы в том числе. Мотивация людей, которые регистрируются и приходят. Вы же наверняка в прошлом году общались с участниками массового диктанта. Как они мотивируют? Зачем они пришли писать диктант? На самом деле, они приходят для того, чтобы проверить, насколько хорошо они знают украинскую, и приедутся до такого невероятно чудового, до такой невероятно чудового события, которая в прошлом году была впервые в Одессе. Это просто независимый формат, и я думаю, именно это и привабливает людей. Кто будет читать тексты? Это очень много зависит на самом деле. Как я уже говорила, читать текст будет Олександр Авраменко. Я думаю, что текст просто подбирает, он еще и читать его будет. Так, он его будет и читать. Мы вернулись именно к нему, оскільки он щороку читает радиодиктант национальной единственности 9 листопада до Дня украинской писемности. Само тому, оскільки он считается эталоном, эталонным голосом в Украине. Поэтому мы вернулись к нему. Как будет проходить начитка диктанта? Вот я помню, в школе первый раз читают, второй раз читают медленно, и третий раз проверочно читают предложения. Так, так само и будет. Это стандарты, которые используются в школах и которые будут использованы и у нас. Какую цель преследуете вы, организовывая такой массовый диктант? Мотивировать людей, изучать, использовать, разговаривать украинскую мову и развиваться интеллектуально и духовно. А вы всю жизнь говорите на украинском? Ну, это зависит от ситуации. Если человек общается с мной в российском, то я использую российскую. А вот что вас смотивировало перейти на украинский язык, если можно так сказать? Что стало толчком? Ну, мабуть, те, что, как говорит Жадан, мова сникает, когда нею не говорят про любовь. Я могу сказать, что мова сникает, когда нею не говорят. Поэтому, если мы хотим, чтобы мова была сохранена, чтобы не была втрачена, то нужно ее использовать. А вы сами принимали участие в массовом диктанте? Я не могу, потому что я знаю, какой будет текст. Я могу только контролировать процесс. Ну, в этом году вы не подбираете тех, да. Нет, я его знаю, поэтому я все равно не могу. Вот так вот. Я даже не знаю, что с ней делать. Можем провести диктант прямо здесь и прямо сейчас. Ну, на самом деле, мне бы, конечно, хотелось попробовать свои силы в этом диктанте, но вот каждый человек, наверное, уже в возрасте, я боюсь проиграть. А вот не было ли наблюдения, ваше наблюдение, опять-таки, когда писали диктант, вот люди, которые получали назад свои листочки, видели, что там много ошибок? Было некое разочарование и нежелание? Или наоборот, желание развиваться и исправлять ошибки? Ну, были очень разные реакции людей. Были также такие, что были сумни. Но я думаю, что они готовы прийти к этому году, и они уже хорошо подготовились за этот год. И еще я могу сказать, что на странице в Фейсбуке, на странице массового диктанта, мы делаем вот такой флешмоб, згадать все украинскую мову. И сегодня мы будем постать основные правила с украинской мовы, для того, чтобы люди могли подготовиться. В прошлом году много было людей, которые написали без ошибок диктант? Их было мало, потому что минулого року текст был действительно сложный. Там было 237 слов, и это, вважается, стандарт для тех студентов, которые учатся на филологических специальностях. Цего года мы немного сделаем его легче, но он также будет сложным, поэтому нужно хорошо готовиться. Слушайте, я так понял, что нет никаких ограничений по возрасту, но детей не жалко, скажите, честно. Ну, это добра воля детей. Если они чувствуют себя такими, что способны написать, что этот диктант добрый, то, пожалуйста. Почему бы и нет? Ну, так. По вашим наблюдениям, сейчас действительно достаточно много, в частности, в Одессе, есть курсов бесплатного украинского языка. Действительно проводятся различные мероприятия, в частности, массовый диктант на украинском языке. Говорят ли больше на украинском языке в Одессе? Я думаю, так. Что-то таки изменилось у сведомости людей. И то, что, как вы очень правильно сказали, что появляются бесплатные курсы, и есть запись у людей на такие курсы. И поэтому есть потреба изучать, и удовлетворять свою мову. Ну, и есть ли на сегодняшний день уже число людей, которые придут на диктант, которые уже зарегистрировались? На данный момент у нас есть 260 регистраций. И я думаю, что это где-то будет больше, чем 300. Десь так. И рекорд уже побит прошлого года в любом случае. Успеют ли столько парт подготовить? Мы будем очень сильно пытаться, чтобы все было хорошо, чтобы всем участникам было комфортно писать диктант. А в основном мужчины или женщины приходят писать диктант? Очень разные. А есть ли еще иностранцы, которые писали в диктант? Я на первое вопрос. А это один вопрос, на самом деле. Більшисть женщин. Більшисть женщин, так. Иноземцев? Нет, нет, нет. В основном это в прошлом году были обесситы. Были также... Хотя нет, в прошлом году у нас была одна из Казахстана. Нет, Саша, другой человек. Диана, ну и давайте пригласим одесситов прийти, посмотреть, послушать, когда, куда, во сколько. Мы ожидаем на всех одесситов и гостей города прийдетесь до написания массового диктанта с украинской мовой 25 серпня о 17.00. Площа біля Дюка, Приморский Бульбар. Но мы очень рады регистрироваться уже сейчас, потому что, если у нас будет обмежена количество, мы не сможем запустить людей, которые не зарегистрировались онлайн. Да, но не забывай, что еще нужно успеть парты привезти, поэтому нужно знать заранее число людей. Ну, если хочешь, приходи за свои парты, тогда регистрация не нужна. Можно с этим столом сразу? Конечно. Передвижная студия Думской ТВ тоже будет писать диктант. Диана, благодарим вас за то, что пришли к нам. Успешного проведения массового диктанта и хороших результатов ваших подопечных. Так, дякую вам. Диана Князян, координатор массового диктанта, была нашим гостем. Мы прервемся ненадолго, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова